Кать, ну мы поздравляем тебя с таким удачным прокатом. Спасибо. Ты набрала балл за 200, ну собственно в Самаре, можно посмотреть, ты тоже набирала 205, там 81 балл по сумме двух программ, и там ты тоже откатала программу, произвольно четверным сальховым. Вот, можешь поделиться эмоциями от этого проката? Были недочеты, я думаю, что в Самаре прокат был чуть получше, но очень рада, что получился четверной сальхов. Откатала программу чисто, тренировки, скажем так, были не самые удачные здесь, поэтому рада, что справилась. Наверное, могу сказать, что это был почти мой максимум на сегодня. Что для тебя вот этот результат? Ну, во-первых, если стабильность, то это показатель класса. Два турнира уже в сезоне, где-то набираешь сумму за 200, и катаешь программу с квадом, да? То есть, пока ты говоришь от этого максимума, значит, у тебя есть в планах двигаться? Ну, да, буду стараться двигаться дальше. Хочу сказать, что для меня большая честь и радость принимать участие в таких классных, крутых соревнованиях. Это мое первое первенство России, поэтому, да, я очень рада, что здесь участвую. Очень классная публика, очень много зрителей пришло поболеть. Это очень подбатривает, поддерживает, катать чисто, с удовольствием. И, конечно, оправдались ли твои цели, которые ты ставила на этот турнир? Я ставлю всегда одни цели, катать на свой максимум. Вот, поэтому, наверное, могу сказать, что да, оправдались. Раду, что получилось откатать две программы, ну, более-менее чисто. В Самаре ты нам уже рассказывала, что ты из Нижегородской области представляешь, и сейчас ты в группе Виктория Муцави тренируешься. Можешь нам вот вкратце напомнить, потому что, может быть, не все читали эти интервью твои. Почему ты пришла в фигурное катание? Кто был твоим первым тренером? Я пришла в фигурное катание в пять с половиной лет. Сама захотела кататься, смотрела Олимпиаду в 2014 году. Вот. В своем городе каталась, начинала кататься в Дзержинске. Вот. Первым тренером была Рогова Наталья Владимировна. Вот. Потом дальше я уже постепенно начала набирать, скажем так, обороты. Вот. И уже перешла кататься в Нижний. Крошкина Леня Вячеславовна. Тоже поддерживаю с ней связь. Тоже является моим тренером в Нижнем. Поэтому, да, на данный момент катаюсь Викторией Евгеньевной Буцавевой. Работаю с ее командой. Как ты думаешь, для того, чтобы этой конкуренции, которая сейчас в российской сборной, в женском оденочном катании, можно ли быть в числе призеров, если у тебя нет элементов ультра-Си? Сложный вопрос. Наверное, не могу сказать. Наверное, конечно, лучше, чтобы были ультра-Си элементы. С ними, скажем так, больше вероятность, что попадешь в тройку призеров. Ну, как тебе кажется, новое поколение спортсменов, которые сейчас пришли, если там Аня Щербакова, Александр Трусов, они только начинали прыгать четверные, да? А новое поколение, оно уже, наверное, как мне кажется, по-другому воспринимает эти квады. Ну, потому что, да, я думаю, что это уже вошло в норму. Вот. Нормально прыгать четверные ультра-Си, вкатывать их в программу. Поэтому, наверное, уже более спокойно сейчас относятся к этим элементам. Да, страшновато было заходить, но это все равно нарабатывается постепенно. Поэтому сначала прыгаешь в тройной, напрыгиваешь. Когда он становится лучше, начинаешь вкручивать четыре оборота, работаешь на удочке. Поэтому со временем уже нормально привыкаешь. А еще что-то планируешь пробовать или так уже сахар довольно много? Ну, конечно, хотелось бы что-то еще попробовать. Вот. Буду стараться. Ты упомянула Олимпиаду 2014 года. Как раз сейчас десятилетие этой Олимпиады. Можешь вспомнить свои эмоции, с которыми ты смотрела те игры, за кого ты болела, может быть? Ну, скажем так, я, наверное, не очень разбиралась тогда еще в лидерах этой Олимпиады, фаворитов. Но, конечно, болела за наших, за всех, чтобы все выступали классно. Поэтому мне очень понравилось. И я тоже захотела кататься. Спасибо тебе, Катя. Успехов. Еще хочу передать привет моему дедушке. Он сейчас болеет. Вот. Дедушка, привет. Выздоравливай. И, конечно, всей своей семье, папе, брату, бабушкам, что болеют и поддерживают меня. Я их очень сильно люблю. Молодец. Мы тоже желаем всем здоровья. И чтобы все тебя поддерживали, и чтобы у тебя все получилось. Спасибо большое. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо.